Это интервью дня и Константин Ганов, здравствуйте. Сегодня гость нашей студии Владислав Бермуда, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России, предприниматель, маркетолог, писатель, ну и один из наиболее востребованных спикеров в сфере маркетинга в России. Владислав, здравствуйте. Добрый день, Константин. Да, я, кажется, не сильно уверен, что я перечислил все ваши регалии. Можете дополнить? Да, я думаю, не стоит. Я думаю, что их более чем достаточно. Давайте к ценности к зрителям. Если говорить о ценностях зрителя, вы являетесь специалистом по коллаборациям. И этот инструмент может помочь здорово в продвижении наших известных алтайских брендов, таких как алтайский мед или алтайский сыр. Ну, начнем с того, что же такое коллаборации. Константин, коллаборации, я считаю, что это один из самых лучших на сегодняшний день инструментов. Очень многие думают, что самый популярный, я бы так сказал, инструмент сейчас, это сделать дешевле, чем у соседа. Но это работает до тех пор, пока другой сосед об этом не узнал и не сделал дешевле, чем у другого соседа. Потом этот узнает, делает дешевле, чем у этого, в итоге никто не зарабатывает. И поэтому коллаборация это как раз инструмент, чтобы не делать дешевле, чем у соседа, а возможно даже дороже, но при этом продавать достаточно дорого. За счет обмена ресурсами, то есть обмена клиентами, обмена трафиком, обмена ценностей различных продуктов, то есть когда идут объединения. Когда ты выстраиваешь коллаборации, очень важно заметить, ты еще выстраиваешь взаимоотношения с другими предпринимателями, с другими различными людьми, и это тоже очень ценно. Поэтому сейчас это очень важно. Уточнение, да, коллаборация это совместная работа. Точно. И вот как этот инструмент может помочь в продвижении алтайского сыра, алтайского меда, других брендов, которые известны? Ну давайте возьмем мед, например. Вот если возьмем поставщика, то какая основная задача у поставщика? Я просто огромное количество времени работаю с предпринимателями, и они мне обычно говорят так. Наша задача продать и все. Ну то есть продать оптом, а там уже пускай что будет, то и будет. Как они там продают, продают или нет, это уже никого обычно не волнует, да? Я считаю, что это огромная ошибка. Я считаю, что производитель, либо поставщик, он должен заботиться о тех, кому поставляют, чтобы они продавали больше. И генерировать различные инструменты для этого. Давайте я приведу, например, пример, что можно сделать для того, чтобы больше продавать того же самого меда. Давайте, да, интересно. Вот смотрите, то есть мы можем сделать коллаборацию с каким-то другим продуктом и вести этот трафик, который после того, как человек покупает мед, он может, например, учиться, он может получать какую-то услугу, он может получать какой-то другой продукт. А тот, кто предоставляет эту услугу, либо продукт, получает лиды, получает потенциальных клиентов, по сути. Давайте пример какой-нибудь переведем. У меня сейчас в голову возникла только идея о том, что мед можно продавать вместе с алтайскими травами, что тоже является... Давайте более такой дерзкий приведем. Давайте, да. К примеру, купил баночку меда, и ребенок учит английский целый месяц совершенно бесплатно. Как вам акция? Какая связь между медом и... А в том-то и дело, что никакой. Именно поэтому будет стимулироваться сарафанное радио. Но при этом покупают мед, и есть дети, например. И когда ты выбираешь этот мед купить или этот мед купить, и если здесь ты, купив мед, получаешь месяц изучения английского языка для своего ребенка, даже если он тебе не нужен, как говорит моя любимая жена, пускай будет. Ну да. Вот, да. То есть, ну здесь вопрос. Кто же заплатит за этот английский? Правильно? У кого есть дети. Нет. Кто заплатит в данной акции за английский? Потому что, ну мы же возвращаем целый месяц английского. Кто-то же должен бесплатно, получается, работать. А, вы об этом, да-да-да. Конечно. Почему это выгодно, например, школе английского языка? Объясняю. Потому что есть LTV, lifetime value. Это срок жизни клиента, по сути. И, например, среднее LTV где-то в среднем, там, например, 6-8 месяцев. А это значит то, что ты совершенно спокойно можешь отдать месяц изучения английского языка, а рыночная стоимость месяца может быть около 3000 рублей, а баночка 1000 рублей. Это получается больше 300% кэшбэк, по сути. Да, в три раза. В три раза больше ты возвращаешь, тем платишь. А дальше уже школа зарабатывает на следующих месяцах. И, таким образом, привлекает бесплатно себе потенциальных клиентов, не тратит деньги на рекламу, не тратит деньги на привлечение различного трафика. И до сколько эта услуга сейчас востребована? Часто ли обращаются с такими запросами предприниматели? Смотрите, если раньше, в основном, ко мне, я работаю с собственниками, и в основном это производители, заводы, мясокомбинаты, фабрики, то есть собственники. И сначала кажется, что вопрос этот решают маркетологи. На самом деле нет. То есть у меня... Решают собственники. Эту историю с коллаборациями я бы рекомендовал, в первую очередь, погружаться собственникам, либо руководителям. Потому что маркетологам зачастую, ну честно, обычно освоят бюджет. Ну то есть я огромное количество общаюсь, и это первый вопрос. Какой бюджет? Моя задача сделать так, чтобы максимально его сократить, и рекламный бюджет. Сейчас, наверное, нас смотрят маркетологи и думают, вот негодяй. То есть я... Ну поэтому они меня не очень не любят, на самом деле. Я их не люблю, так что хорошо, что сейчас нас смотрят. Нет, на самом деле есть очень хорошие маркетологи, давайте не будем обобщать, но смысл в том, что я за то, чтобы убрать маркетинговый рекламный бюджет. И я считаю, что есть огромное количество инструментов, ресурсов для того, чтобы сделать и один из основных за счет коллабораций и за счет обменами ресурсов там. Плюс, хочу заметить, есть еще один интересный инструмент для меда. Мы можем, создав добавочную ценность, к примеру, есть Алтай. Я вот буквально недавно, там, две недели путешествовал по Алтае. Республике Алта. Да, и могу сказать, что почему люди, которые не покупают мед, им не дают возможность посетить эту республику, например, да, или же там, или у вас очень много интересных мест. То есть, к примеру, купил мед, получил промокод, активировал его и получил возможность, там, например, перелета куда-нибудь, да. То есть, ты все равно больше денег потратишь на гостиницу, еще на что-то. То есть, стимулировать таким образом туризм можно просто посредством продажи меда. Просто, я когда-то же сделал, летай бесплатно, проект же мой, мы сделали посредством людей, которые, там, кушали в ресторанах в Москве, они летали бесплатно в Европу, в семь стран. А как вы договаривались с теми, кто предоставлял услугу полета бесплатного? Нет, мы просто оплачивали, мы просто оплачивали, но там достаточно долгая история, это отдельный эфир, но если в двух словах. То есть, мы брали комиссию с отелей, там, с различных компаний и компенсировали этой комиссией людям перелеты. То есть, ну, по сути, та же самая коллаборация. Можно тоже самое сделать куда-то в интересные места. Ну да, тем более туризм это тоже один из алтайских брендов. Конечно, конечно. Купил мед, полетел на Алтай. Есть еще один достаточно интересный продукт, это игра-монетизатор. Да. Насколько она связана вот с тем, о чем вы сейчас говорили? Слушайте, ну, игра-монетизатор, это уникальная история. Вы же знаете, что такое мозговой штурм. То есть, мастер-майнд, мозговой штурм, когда садятся люди, и они штурмят, решают чьи-то проблемы. То есть, игра-монетизатор, это геймифицированный мозговой штурм. Чтобы это было гораздо интереснее проводить. И ты садишься, и там со сверхспособностями, с внутренней валютой, со всеми делами, то есть, ты штурмишь новые идеи для своего бизнеса. То есть, я решил создать интересный формат мозговых штурмов. Ну, и по всей стране, и по всему миру это все размножит. Это уже работает? Уже в 22 городах, в 4 странах. Какой-то пример можете привести? Кратко, потому что время истекает. Вот Барнаул. В Барнауле, например, мы сейчас запускаем эту игру. Запускаете в Барнауле, где-то уже запустили, и где-то уже сработало, выстрелило. Смотрите, буквально месяц назад мы создали эту игру, и на сегодняшний день игры доставились, и стали проводиться игры в 22 городах, в 4 странах. Еще в Канаду еще не долетела игра. И какой результат? Результат очень простой. Новые идеи в результате игры, то есть, ты получаешь для своего бизнеса, знакомишься с предпринимателями, создаешь благодарный бизнес окружении, и ты можешь проявить себя, показать свою экспертизу, и получить себе прямо новых клиентов прямо на игре. Ну, и плюс еще все деньги, заработанные игровые в игре, ты можешь тратить в реальном мире. То есть, там еще и этот функционал тоже сделан. Глупо говоря, любой человек из любой точки планеты может в этой игре поучаствовать, и, возможно, потренироваться. Да, есть онлайн и есть офлайн, да, поэтому скоро услышите, я уверен, будет интересно. Да, это будет действительно интересно. Спасибо за интересную и полезную беседу. А я напомню, гостем нашей студии был Владислав Бермуда, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания, Ребята. Субтитры создавал DimaTorzok